Это называется визуальный шум в профессиональных кругах, либо визуальный мусор. И то, что город завесили всякой билибердой за много лет, это лишь подчеркивает то, что администрация много лет ничего не делала. Потому что одна из вещей, которым мы помогаем городам, это юридическое сопровождение внедрения дизайн-кодов. Дело в том, что одно дело просто сказать, давайте, чтобы все было красиво и хорошо, а другое дело, чтобы это все было юридически безупречно. Здравствуйте! Это программа «Самое время». Меня зовут Ефим Овчинников. В Петрозаводске идут споры, как привести в порядок внешний облик столицы Карелии. В частности, это касается вывесок над кафе, магазинами и всевозможными организациями. Власти хотят, чтобы было красиво и современно. Ну а бизнесмены недоумевают, почему из-за новых правил приходится переделывать вывески за свой счет. Ведь, как говорится, хозяйство вести не с умой трясти. Народ, правда, выражается еще и покруче. Самое время узнать, как развиваются события. А вот раньше магазинам реклама была не нужна. Люди знали, где находится каждый из них, представляли, что почем и когда завезут. Но годы эти прошли, а несколько лет назад столицу Карелии и вовсе обозвали Петромагазинском. Сплошная дисгармония, а на носу столетия Карелии. Глаза чиновников и неравнодушной общественности захотели перемен. Фасады домов решили привести в порядок. Работу начали три года назад. Даже правила выработали специальные. Как может выглядеть вывеска, а как не должна. Была большая работа проведена и с предпринимательским сообществом. Администрации подготовлено более 800 рекомендательных писем. Помимо того, что мы этот документ публиковали, размещали в общедоступных данных. Очень много было проведено консультационной работы. Я уже сказал, 800 обращений было направлено предпринимателям. Порядка 300 протоколов административных правонарушений было выдано предпринимателям, в отношении которых 270 решений вынесено о наложении штрафных санкций либо предписания о демонтаже конструкции. И завертелось, и понеслось. На приведение вывесок в соответствии с правилами в центре города отвели три месяца, для тех, что на окраинах, шесть месяцев. Все правильно сделали, уверен бывший главный архитектор Петрозаводска Евгений Фролов. В должности он проработал почти четыре года, до 2017-го. Времена разгула уличной рекламы магазинов на фасадах домов называет скорее громким ужасом. А сделать, уверяет, ничего было нельзя. Ни правовой базы, ни законов, регулирующих подобные процессы, тогда не было. То, что было не то, что 15 лет назад, а то, что было еще два года тому назад, это, конечно, кошмар. Это называется визуальный шум в профессиональных кругах, либо визуальный мусор. То есть бессистемные вывески, огромное количество установленных штендеров, которые затрудняли движение и создавали вот этот визуальный дискомфорт при восприятии города и архитектуры. По поводу рекламы, если я вот так вот взглянул бы на город и буквально до принятия дизайн-кода, я бы сильных шагов не видел. Вот такие, скорее большинство предпринимателей, оно игнорило всяческие, не то, что нормативные, а просто этические нормы, лепило между окнами какие-то там растяжки. Большинство, но, повторюсь, не все, далеко не все, слава богу. Минуточку сказал бы известный петрозаводский предприниматель Александр Лукьянов. И он сказал, по мнению бизнесмена, город, фасады его домов долгие годы словно специально превращали в доску для объявлений, а теперь виноватых и не найти. И то, что город завесили всякой билибердой за много лет, это лишь подчеркивает то, что администрация много лет ничего не делала. Она то у них вышек нет, то возможности нет, то хозяина не могут найти, то справиться не могут. Все, что происходило с городом, это все результаты работы или бездействия администрации. А то, что все сняли, какая-то часть людей, это тоже их не заслуга, а как раз ситуация, когда красили дома, красили дома. И основную работу сделали люди, которые устанавливали леса и ТСЖ зданий, потому что нужно было красить. Но это сегодня произойдет за собственный результат своей работы. Роман Гольцев, один из первых, понял, что вывески, по крайней мере, должны быть современными и приемлемыми для города, где как минимум есть исторические кварталы. В свое время он превратил часть одной из улиц в яркую и узнаваемую. А когда прочел новые правила для размещения вывесок, по которым теперь должны существовать магазины, немало удивился. Минусы? Ну, лучше, конечно, приводить примеры. Допустим, вот сейчас вы здесь можете увидеть консоль, консольную вывеску. В этих правилах предусмотрена либо вывеска, либо консоль. Собственно говоря, это такая небольшая нелепость для меня. Почему либо-либо? Консоль, например, работает на людей, проходящих вдоль. Вывеска работает на людей, которые смотрят на, допустим, помещение магазина с другой улицы и так далее. То есть это невзаимозаменяемые вещи, но, например, правила это запретили. Или были четко установлены размеры вывесок, что, собственно говоря, очень странно, потому что на одном доме вывеска в 50 сантиметров, она может смотреться огромной, а на другом доме она просто пропадет. Или подстраиваться под цвет фасада. Учитывая, что фасады сейчас перекрасили, вроде бы как некоторые вывески тоже нужно поменять. Кроме того, в правилах есть отсылка на паспорт фасада дома. То есть каждый дом в городе Петрозаводске должен иметь паспорт фасада, где указаны все калировочные цвета каждого элемента. Я лично делал запрос в администрацию города Петрозаводска. Этот пункт выполнить сегодня невозможно, потому что не существует паспортов фасада дома. И таких ситуаций там просто, ну, вот на каждом шагу. Тем не менее, Союз архитекторов Карелии поддержал администрацию Петрозаводска. Мол, после нововведений город стал выглядеть совсем по-другому. А что касается правил, так их взяли не с потолка. Есть мировая практика, да и в России за примерами ходить далеко не нужно. Несколько часов пути, и вот они, перед глазами. Находясь у истоков разработок этих правил в городе Петрозаводске, мы анализировали несколько уже правил, взятых в других городах. Причем в некоторых городах, как Москва, Санкт-Петербург. То, что там я посмотрел, в ряде в Белгороде я смотрел, в Санкт-Петербурге я смотрел, еще в каком-то городе, сейчас уже не помню. То там уже были сведены примерно одни и те же позиции. Ну, вот скажем, по высоте букв 50 сантиметров, спрашивайте цепляться, почему 50, а не 51. Я думаю, это со стороны рекламного сообщества звучит, наверное, раз вы задаете этот вопрос. Вот, это, наверное, не принципиально. Но анализ, по всей видимости, был проведен. Расстояние между низом окон второго этажа и верхом окон первого этажа. Есть определенный пояс, где и в наших, и в иных нормативах указано размещение зоны, есть зона вывесок вот эти. И вот это соотношение глухой стены и фона букв или буквы сами, как раз, наверное, пропорция нормальная для восприятия людьми этого шрифта такой высоты. И опять же, высота этого шрифта не уничтожает архитектурно этот элемент, как вот этот горизонтальный пояс глухих стен между этажами. И когда на фоне этого есть элегантные вывески, есть объемные буквы по требованиям к таким домам, то все это, конечно, только радует глаз. Скрылось очень много, даже для меня, как вот архитектора, порой идешь и не замечаешь каких-то деталей здания. Но вот когда выявилась белым цветом вся лепнина, то есть ее столько в городе интересно есть, и не мешает ее восприятию реклама, вывески разномастные, то это, конечно, очень изменило город к лучшему. На петрозаводских предпринимателей накинулся, иначе не сказать, известный блогер Илья Варламов. Он прогулялся по городу и вспомнил, как у нас было раньше. Из этических соображений мы позволили себе убрать из пылкой речи матерные слова, а так почти все по тексту. На этот раз беда пришла в Петрозаводск. До этой осени я был в Карелии в 2014 году, и тогда Петрозаводск в плане захламленности рекламой представлял собой черти что. Сам город очень милый, но местные коммерсанты, окрыленные отсутствием контроля, дали волю своей фантазии, заказали самые дешевые и яркие плакаты и залепили ими все, до чего смогли дотянуться. Думаю, на этих фотографиях вы узнали не только Петрозаводск, но и свой родной город. В Петрозаводске так и было до прошлого года. Но в 2019 году горсовет Петрозаводска все-таки утвердил дизайн-код, и облик города стал меняться к лучшему. Предприниматели подали на администрацию города в суд. Они посчитали, что принятие новых правил незаконно, а власть, по их мнению, могла бы и посоветоваться с бизнесом, прежде чем начинать размахивать шашкой. Мы не собираемся указывать администрации, как жить там и соблюдать законы. У них есть юротдел. Но кто мешает и сегодня, и до того, как есть понятие досудебного регулирования, главе города пригласить нас посадить за круглый стол, сказать, ребят, в чем проблема? Мы все находимся в шаговой доступности. За год времени с октября месяца можно найти время и хотя бы услышать наше мнение, хотя бы в устном диалоге, пусть даже оно будет не публичное, хоть просто оно будет кулуарное, просто у головы за круглым столом. И еще одна претензия к действиям властей. Мол, чиновники совсем не подумали о том, что в Петрозаводске есть и совсем малый бизнес, дела которого и без того трещат по швам. Мы все за красоту, да, то есть, ну, когда возникает вопрос, кто за эту красоту будет платить, да, то есть мы все как бы разбегаемся, как тараканы по щелям, потому что никто не хочет выложить и копейку, да, то есть, но в реальности, вы правильно говорите, что те же вывески, например, из современных материалов, они стоят довольно-таки дорого. Если бы у меня сейчас существовали все магазины, пять, да, это было бы, ну, там, я думаю, тысяч пятьсот примерно. Вот, то есть, сами понимаете, у меня сегодня в пандемии есть куда эти деньги потратить, причем не на себя, да, то есть, естественно, поддержать тот же бизнес, там, персонал и так далее и тому подобное. Значит, это тоже вопрос, на который вот так вот очевидно ведь не дать ответ. Например, если завтра администрация придет к маленькому магазинчику в 20 квадратных метров, который, как вы правильно сказали, торгует заколками, говорит и скажет, что вот там снимайте свой световой короб, он не соответствует, там, нашим требованиям, а повесьте сюда, пожалуйста, вот такую вот красивую вывеску, и вот тут возникает вопрос, кто за это будет платить. Я не знаю, кто за это будет платить, потому что у предпринимателя может просто не хватать сегодня тех же, там, 50-100 тысяч рублей на эту вывеску. Поэтому здесь вопрос не такой очевидный и не такой простой, как кажется на первый взгляд. Я именно об этом и говорю. Дело в том, что причесать весь город, с учетом того, что он разной застройки, разных архитектурных решений, вот единые правила достаточно сложно и, наверное, не нужно. То есть можно вырабатывать именно более гибкие правила, касательно того, что вот эта улица застроена в такой-то год. Хотелось бы, чтобы выглядело так. И вообще, если честно, то мое мнение скорее такое, что выработка некого единого дизайн-кода, вот как его сейчас называют и говорят, это хороший шаг. Но дизайн-код – это не палка, которой нужно бить людей. Дизайн-код – это скорее указатель, в рамках которого всем проще работать. Когда стало известно, что суд в Петербурге встал на сторону предпринимателей, администрацию Петрозаводска поддержал российский дизайнер Артемий Лебедев. На своем YouTube-канале так невзначай после новости о морском слоне, который заблудился на улицах городка в Чили, Артемий рассказал о происходящем в столице Карелии. Суд признал незаконными правила петрозаводских властей о вывесках. Петрозаводские городские власти приняли дизайн-код, но недостаточно прошли все юридические процедуры. Поэтому кто-то подал на них в суд и сказал, что типа вы незаконно ограничиваете мое право, вешать *** на фасаде, которую я хочу. Но это немножко грустноватая новость на нашей улице, потому что мы как раз внедряем дизайн-коды в разные города. И я приглашаю петрозаводские власти выйти с нами на контакт, потому что мы знаем, как делать так, чтобы дизайн-код можно было принять, и как сделать так, чтобы суд его не мог отменить. Потому что одна из вещей, которым мы помогаем городам, это юридическое сопровождение внедрения дизайн-кодов. Дело в том, что одно дело просто сказать, давайте, чтобы все было красиво и хорошо, а другое дело, чтобы это все было юридически безупречно. На счету Лебедева и его коллег тысячи оформленных работ. Книги, журналы, дорожные знаки, сайты, в том числе и дизайн-коды для целых городов. За деньги, конечно. В нашей казне столько нет. Зато есть надежды. Да, мы в курсе, что широкую поддержку получил наш документ. От помощи отказываться не будем. Любую помощь, которая нам будет оказана, мы ее примем. И конструктивно, вместе с общественностью, мы будем дорабатывать документ, если по того потребуется ситуация. Понятно, что контора Артемия Лебедева едва ли будет бесплатно помогать мэрии Петрозаводска. Скорее, точку в этой истории поставит суд. Администрации предписали провести необходимые публичные слушания, о которых, по всей видимости, забыли чиновники. После них и дизайн-код относительно вывесок можно будет вводить спокойно. Встречу с народом обещали устроить в этом году. Услышат ли предпринимателей, пока вопрос. Ясно одно, если что, оштрафуют точно. Субтитры создавал DimaTorzok